Наша цель бы доказать вот это. Давайте сначала рассмотрим более простую, а более простая вещь такая, что пусть теорема о том, что из одного периода следует два периода. Сейчас я объясню, что это значит. Пусть набор плит допускает замощение с одним периодом. Есть какое-то замощение, есть хотя бы один период, какой-то сдвиг, который переводит его в себя. Тогда утверждается, что у того же набора есть два, есть замощение с двумя, ну я напишу так, просто разными периодами, но имеется в виду, конечно, что они не на одной прямой. С двумя не параллельными. Не параллельными. С двумя не параллельными, там не линейно-зависимо, не коллинеарно. То есть еще одномерные случаи говорили? Двумерные. Одномерные мы уже разобрали, что если всегда есть замощение с двумя. А это как вот, если мы рассматриваем двумерное замощение, но заранее предполагаем, что у него есть один период. Что его как бы делает одномерно. И тогда из него можно сделать, это одномерное замощение можно сделать периодически, и для двумерного в этом процессе у него есть два периода. Но если это непонятно и неважно, если есть набор плиток, есть замощение с одним периодом, то не обязательно у этого замощения есть второй период. Естественно. Но вот мы видели на этой ситуации, когда там горизонтальный период есть, а вертикально он может быть или нет. Но у того же набора есть какое-то, может быть, другое замощение с двумя принципиально разными периодами. Но если есть два периода, которые будут какие-то по-разному, тогда, естественно, можно их сдвигать сначала по одному, потом по-другому. Потом снова, то есть любые сдвиги, которые будут несколько раз один и несколько раз в другом, тоже будут периодами. Но при этом эти два новых периода, не обязательно один из них той же длины периода, что изначально был. Какие-то два новых периода, да? Ну, между нами, говоря, один из них будет тот же, который был раньше. В том доказательстве, которое я знаю, один из периодов будет тот же, что раньше. Но формально для этой формулировки не требуется. Ну, давайте мы хотя бы рассмотрим этот случай. Ну, значит, пусть есть набор периода, да? И есть замощение с одним периодом. Давайте для простоты рассмотрим случай, когда этот период горизонтальный. Т.е. вот есть какое-то замощение, что-то так, да? И у него есть горизонтальный период Т. Вот, пусть, например, период в три единицы. Что это означает? Это означает, что дальше все повторяется, что есть какой-то там плитка номер один. То есть здесь будет тоже плитка номер один. В априкке там номер четыре, то есть здесь тоже будет плитка номер четыре. Здесь будет такой цвет. То есть здесь будет какой-то цвет. В условии сказано, что именно горизонтальный период? Нет, не сказано. Есть такая технология, что мы говорим, предположим, для простоты. Есть такая книжка «Математическая смесь. Математика Литлзуга». И выяснилось, что как-то он рецензировал работу, в которой он написал «Предположим, для простоты, что что-то такое». Но он и автор работы понимали это по-разному. Автор понимал это так, что в общем случае он ничего доказать не может, но рассмотрит этот частный случай, потому что в нём он может доказать. А Литлзуга, рецензент, думал, что автор вообще-то может спросить в общий случай, но просто, чтобы не мучить читателя, разбирает более конкретный случай, понимая, что то же самое рассуждение можно провести в общем случае. Вот когда я говорю «Предположим, для простоты», я это надеюсь понять так, как понимал Литлзуга. То есть мы сейчас разберём более простой случай, но потом, но я считаю, что я знаю, как мы возьмём ещё случай, и мы вот тоже с вами, я надеюсь, разберём. Но давайте сначала разберём простой. У нас есть некоторый оризонтальный период. То есть вот всё повторяется с каким-то, так, периодом вот три, например, здесь. А по вертикали может никак не повторяться. То есть по вертикали может идти что угодно. Но надо как-то модифицировать всю эту штуку, чтобы оно повторялось и по горизонтали, но и по вертикали. В данном случае второй период будет вертикальнее. Помимо этого горизонтального периода у нас появится ещё вертикальнее. Есть ли какие-нибудь идеи? Почему? В верхнем левом углу единица, а тут семёрка. Единица так написана просто эта описка. Нет, это написано нет. Я бы мог сказать, что это я специально написал для проверки процитивности. Что вообще кто-нибудь следит за тем, что происходит или нет. Но нет, это правильный приём, надо было так сделать, но это я написал просто по халату. Конечно, должно повторяться. То есть известно, что по горизонтали, ну вот если здесь написано 2, то здесь 2. По горизонтали всё совершенно периодично. Значит, нужно как-то модифицировать эту картинку так, чтобы мы периодично и по вертикали тоже. Надо смотреть весь набор цветов. Троек плиток всего конечное количество? Троек плиток, ну в данном случае она период 3. Троек плиток. Конечное количество? Да. Потому что плиток конечное количество. Ну типо да. Поэтому можно в какой-то момент 2, 3 повторятся на конкурсах. То есть мы рассматриваем вот такие группы из 3 полик. Когда вы найдёте 2 повторяющиеся троек плитки, вы найдёте как раз-таки этот период. Значит, где? Ну, не обязательно эта плитка повторится. Но какая-то группа там 4, 5, 9, и где-то тоже будет еще 4, 5, 9. И что тогда можно сделать? Уже можно повторять и по вертикали, и по горизонтали. Потому что справа там всегда то, что слева, но это просто потому, что период 3. А здесь то же самое, что здесь, потому что мы выбрали данные. Если просто одна плитка повторила, то этого недостаточно. Но если все 3 повторились, то... На самом деле даже на самом деле может быть не на плитке, а на цветах. Смотрим вот на эти тройку цветов. Если где-то она еще раз цветится, пусть даже с другими плитками, то дальше уже этот прямоугольник можно... Ну что, правильное это рассуждение, убедительное, для случая горизонтального периода? Кто считает, что он это понял? Да. Ну хорошо. Значит, давайте я теперь его скажу научно. Это можно не понимать, но если вы поймете, то может тоже будет интересно. То, что это периодично с горизонтальным периодом, это значит на самом деле замощение цилиндра. Если вы представите, что у нас вот эта плоскость, она прозрачная, и мы ее так свернули, что вот это как бы... Дальше просто все накладывается подряд. То есть у нас имеется некоторое замощение цилиндра, и это то же самое, что у нас есть периодичность в одну сторону. А дальше мы смотрим, что у нас происходит, какие цвета у нас на этих сечениях цилиндров. Это на самом деле как бы одномерная уже задача. Цилиндр-то одномерный, поэтому здесь будет повторение, а дальше этот кусок можно дублировать и... Так, ну хорошо. Значит, а может ли кто-нибудь объяснить, что делать, если период у нас не горизонтальный? Ну если вертикальный, то у всех все то же самое, а допустим, он какой-то, вот я так символически нарисую, вот период какой-то вот такой, то есть вот здесь повторяется то же самое, что здесь. Статья 23. Надо смотреть на какую-то полоску. Нам надо добиться, сделать периодическую конструкцию. Что нужно делать? Как надо рассуждать? Кто считает, что он понимает, что надо делать? По сути, у вас когда будет цилиндр, там будет вот спираль, а не параллельная? Ну, нет, конечно, можно сказать, что это тогда тоже будет как бы цилиндр, только какой-то такой кособокий. Но тут все-таки лучше, чтобы с этим цилиндром как на себя не запутать и не убедить, что на самом деле все правильно. Это на самом деле неправильно, но лучше это перевести на обычный цилиндр. Значит, ну вот вы можете объяснить? Ну, точно так же найти тройку, да. Значит, раньше мы смотрели цвета на горизонтале. Теперь мы где смотрим цвета? На этой диагонали. Ну, на диагонали тоже прямо цвета. А, в смысле, прямо мы посмотрим, какие плитки она пересекает. Так. Просто вот не буду строить лукаво. Отметим все плитки, которые она пересекает. И дальше будем эту группу сдвигать вертикально. Значит, в каком-то месте... Естественно, что диагональ, вот двинутая диагональ пересекает те же самые плитки. То есть там будет такая... Вот в каком-то моменте вот это совпадет вот с этим. Просто потому что по форме они все одинаковые, а вариантов, какие плитки именно тут выложены, конечное число. После этого уже ничего не мешает наложить эту штучку на эту и снова действовать так же. Но на самом деле можно было рассматривать даже не вот эти плитки, а можно было просто провести какую-то линию произвольную. Ну, как будто, например, так. И посмотреть, какие на ней цвета. И много провести таких линий. И с каждой точкой провести такую линию. Посмотреть, какие на ней цвета. Ясно, что таких зигзагов бесконечно много. Ну, точнее, есть два зигзага, на которых все совпадает. А имея два таких зигзага, уже эту штучку можно в себе прикладывать в бесконечно много раз. Можно было сделать не три колена, а два колена, да? Можно было сделать и два колена. Но тогда бы у нас как бы еще были цвета, которые... Что эти цвета бы совпадали с теми цветами. Ну, как бы, если бы мы взяли такое колено, то вот этот участок, он играл какую-то двойственную роль. С одной стороны были бы цвета, которые, значит, вот. Здесь, а с другой стороны, они бы совпадали с этими цветами. Нет, это ничего не усложнило бы. Только создало бы иллюзию, что можно этим воспользоваться, и запутало бы дело. Поэтому для осторожности можно назначать. Но это неважно. Таким образом, мы вроде бы доказали, что если допускается замощение с одним периодом, то есть замощение с двумя разными периодами. Давайте я скажу еще более сильно. Что есть вертикальный и горизонтальный период. Что если есть замощение с двумя разными периодами, то на самом деле то же самое. Тут уже не нужно менять замощение. То же самое из вношения будет иметь вертикальный и горизонтальный период. Понятно ли это? Вот, допустим, у нас есть какой-то период сюда и какой-то период сюда, я не знаю там. 5, 4 и там 2, 2. Мы знаем, что можно сдвигать вот так, но можно сдвигать вот так. Утверждается, что отсюда видно, что будет и горизонтальный период, и будет и вертикальный. Какой будет горизонтальный период и какой будет вертикальный период? Можешь сказать? Здесь. Ну вот в этом примере мы примерим. 5, 4 и 2, 2. Кто взять горизонтальный период? Надо получить из этих двух векторов какой-то горизонтальный вектор, повторяя несколько раз то и другое. Здесь это очень просто. Сколько раз надо повторять? Один раз. И два раза сместиться по этому вектору. И два раза сместиться по этому вектору. Значит, у нас будет горизонтальный период 9, 0. Потому что и два таких двигателя возвращают нас в такую горизонтальную. Но, соответственно, они ничего не меняют. Каждый. И все вместе тоже останется. Ну а какое сделать вертикальный период? Откуда взять? Два верхних вектора и минус 5. Что-то у нас 5 и 2. То есть мы можем как бы на 5 шаг идти вправо и на 2 лево. Значит, нам нужно сделать два шага на 5, но я уже не могу нарисовать это. Да. Ну не важно, понятно. Да. Но я думаю, что если у нас есть период в 2-2, то, естественно, можно и в обратную сторону сдвинуться. Если в таком случае не меняется, то это значит обратный период тоже ничего не меняется. Значит, нам нужно еще пойти обратно, значит, туда-сюда и получится, значит, 4-8 и еще пять раз такой. Что получится? Какой будет вертикальный период? 18. 0,17. 0,18. Понятно, почему получается 0,18 или нет? Непонятно? Из-за меньшего века мы поднялись на 10, а из-за большого на 8. Значит, из-за большого мы два раза поднялись на вверх и на 10 вправо. Чтобы компенсировать 10 вправо, мы должны пять раз пойти вот по этому векту, тогда обратно вернемся на эту вертикаль, ну а еще раз сдвинемся еще на 10 вправо. Получится 8 плюс 10 – 18. Из того доказательства, о котором вы говорили, просто следовало, что есть вертикальный и горизонтальный, потому что по любому веку… Сначала строю вертикальный. Да. Ну а по вертикальному вы умеете строить горизонтальный. Да, ну можно и так сказать, но с другой стороны это тоже не выглядит сложно. Конечно. Вот понятно, почему есть горизонтальный вертикальный. Кто считает, что он это понял? Ну ладно. Вообще говоря, не меньше, да? Может и меньше. Может быть и меньше. Ну если есть меньше, то тем лучше нету, так сказать. Какая-то периодичность, может быть более, но козерпусть, она не мешает. Ку-ку.